Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Самарская бизнесвумен из индустрии красоты рассуждает про соседей. Соседи на тропе войны. С появлением собственного дома у меня отпала необходимость даже косо смотреть в сторону соседей. Не то чтобы бить током или бросаться яйцами. Помню, будучи школьницей и проживая в многоквартирном доме, ходила с постоянным недосыпом. И не по причине позднего отбоя. Тогда соседи были моими главными врагами. Сверху детки погодки вберещали с утра до глубокой ночи. Снизу подросток учился играть на пианино, а их собака подвывала в такт. Из боковых квартир частенько доносилась дрель и громкая по ресторанам. В собственном частном доме такие шумовые эффекты автоматически ликвидируются, пишет девушка. Немножко про Мундиаль. Его вспоминает самарская актриса театра и кино Мария Феофанова. В дни чемпионата мира 2018 она работала на фан-фесте. Боже, как же это было круто! Мы ждали, мы готовились, и это было поистине незабываемо. Спасибо всем-всем, кто организовывал, создавал и принимал участие в этом событии. Спасибо волонтерам, работникам по сцене, звукачам, диджеям, организаторам, постановщикам, режиссерским группам, актрисам, моим соведущим, болельщикам, медикам. Всем, кто охранял и проверял нас каждый день на входе на площадь. Всем министерствам и людям, которые принимали это событие изначально. Чемпионат мира 2018 я тебя не забуду. Многие после FIFA называют меня Фифанова. Это чудесно. Я уже безумно скучаю. Спасибо Богу и судьбе, что все это случилось в моей жизни. Ура! Ваша актриса театра и кино Мария Феофанова. Бизнес-леди из Тольятти Женя Кочеткова, находясь в Барселоне, советует путешествовать без гидов. Мы за день обошли почти весь город и побывали в самых скрытых уголках, утверждает девушка. Без очередей, нервов, лишней траты времени и денег. Прогуливаешься без шумных туристов и назойливых очередей. Когда едешь и видишь все своими глазами, то чаще всего оказывается все иначе. В Барселоне мы прошлись по всем основным соборам. Готический квартал, парк Гуэль, Триумфальную арку посмотрели. Это если из туристического. В самом городе и на окраине видели много необычной архитектуры и красивых частных домиков. Вывод? Нужно просто гулять. И найдется много того, что не увидишь, сидя на машине или автобусе. Также мы нашли идеальный пляж, дикий, таинственный и с огромными скалами повсюду. Какая же там атмосфера, ощущение, что я была во сне. В таких местах хочется нажать на паузу и перемотать назад, пишет девушка. А вот фотограф и модель Мария Головатенко поехала не в Барселону, а на Мострюковские озера. В палатке. И все-таки палаточный отдых не мое, констатирует девушка. Все детство и юность я жила в лесу. Не буквально, конечно, но вокруг городов на севере, где настоящая тайга. Именно такая, какое ее описывают в учебниках по природоведению. Непроходимая, дремучая и с настоящими медведями. Любое торжество, которое выпадает на лето, у нас принято было проводить на природе в палатках. Ну или без них, это как пойдет. Но по-любому в лесу с шашлычками и выпивкой. И вроде не было никогда никакого негативного опыта. Но ассоциации остались не очень, констатирует Мария. Маша Комкова, мама пятерых детей и доверенное лицо президента России, решила переименовать свою новую квартиру, Белый дом, в палату номер 6. Как думаете? Вы знаете, я вообще до сих пор как оглушенная всеми событиями, которые произошли со мной в этом году, пишет Маша. Все было так стремительно, и этот переезд, он как чудо. Поэтому меня даже ни грамма не задевает, ни чьи колкости. Мне хорошо. Я вижу свой дом светлым, просторным и стильным. Я не хочу спешить ни с занавесками, ни с дырками на стенах, чтобы не жалеть потом. Я смакую, постепенно обживая свое гнездо. Даже рада, что у меня нет сразу на все денег. Я вынуждена растянуть этот кайф. Я счастлива, что от каждого уголка своей квартиры у меня тут такой простор для творчества. Радуется Комкова. Самарской тусовщице Юлии Романовской не понравилась музыка одного из ресторанов. Ребята, ну хорошее заведение же, приятная обстановка, достаточно вкусная еда. А вот музыка просто кровь из ушей. Убийственная. 15 минут и хочется просто бежать. Ну неужели у нас одни колхозники в Самаре, а? Скажите, кому нравится здесь музон? Я хочу знать этих людей в лицо, вопрошает девушка. Как говорится, people have it. Вот они и включают эту фигню. Но как бы хотелось заведение с качественной музыкой в нашем городе. Но, увы, пишут френды. Грит-гелс по росту не взяли. Пришлось рулить. Раскрылась секрета в автогонках самарская дрэк-рейсер Яна Сотова. Там девчонки и без каблуков от 170 сантиметров. Туда еще нужно губы вкачивать три атмосферы. Так что лучше за руль, соглашаются с девушкой читатели. Девчули окружили чемпионского ежика. Везуха ему. Почему с девушкой чемпионкой на фото не ставят в ряд брунтальных парней? Уж лучше рулить, чем трясти попой перед рулевыми за копеечку. Резюмирует Яна. Сняли сегодня первую семейную короткометражку «Пробный заезд», пишет самарский КВНщик Дима Колчин. Оператор-постановщик – жена. В главной роли – дочь. Композитор и роль второго плана – муж и отец. Натурные съемки со спецэффектами проходили с использованием техники «Ямаха-70». Световые эффекты и ветродуй любезно предоставлены низким атмосферным давлением. Принимаем заявки на участие в фестивальных программах для очень замороченных кинематографистов, пишет Дима. Самарский диетолог Анастасия Бодрова рассуждает на тему художники и ожирения. Художники – очень внимательные люди к мельчайшим деталям. И давным-давно заметили, что ожирение ожирению – рознь. Около 800 лет назад древний японский ученый написал картину женщины, которую назвал «Очень тучная женщина, которая едва может ходить». Полотно впоследствии попало в иллюстрированный свиток различных заболеваний, аналог современных учебников по анатомии. Японцы обратили внимание, что именно жир в области живота приводит к резкому ухудшению здоровья. Сравните женщину с картиной Рембрандта. Она тоже полная, но распределение жира иное – основные отложения в области бедер, тогда как талия остается изящной. В конце 1940-х годов профессор Уагу заметил, что избыток жира опасен из-за его метаболических осложнений и предложил классификацию ожирения по андроидному и геноидному типу. Это была настоящая революция, положившая основы более тщательному изучению ожирения. Измеряйте талию и сделайте биоимпедансный анализ тела, чтобы убедиться в отсутствии избытка абдоминального жира. Критическая цифра для женщин – 88 см на талии, для мужчин – 102 см, пишет Настя. Не обойдем стороной конкурс нашей телерадиокомпании, который проводится в группе ВКонтакте. Он называется «Футбол объединяет». Мы попросили вас прислать ваши фото с иностранными болельщиками, и мы очень рады, что вы так легко на это откликнулись. «Футбол объединяет». На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно так же, как героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Терры и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Юлия Копралова. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова